Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Даря. В руках у меня укулеле, а я знаю, что это новый. Разбор на укулеле. У нас с вами начинается серия новогодних разборов, где я буду рассказывать и показывать всякие мелодии и песни, связанные с Новым годом и зимушкой-зимой. Сегодня я научу тебя играть прикольную песню в стиле пуст-план группы Сова под названием Первый снег. И по традиции, скорее бери укулеле в руки и погнали учиться. В данной песне мы с вами и попоем, и поиграем. Готовый вариант песни уже находится в конце ролика, так что, если что, можете почекать, посмотреть. Ну а мы с вами начнем разбирать с аккордов. Тут, в принципе, всего три аккорда, которые будут использоваться и в куплете, и в перепеве, и прочем-прочем-прочем. И первый аккорд, аккорд Е-М. Зажимаем с вами первую струну на втором ладу. Далее вторая струна на третьем ладу. И третья струна на четвертом ладу. То есть образуется вот такая вот лесенка. Далее идет аккорд С, по-другому до мажор. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. И последний аккорд, аккорд А-М. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. И на этом, в принципе, все. Получается Е-М, С и А-М. Но единственное, данная песня в оригинале звучит чуть выше, поэтому вы можете взять каппадакстер или накрутить карандаш с резинкой на второй лад. Представить, что до этого ничего не было. Тебе показалось? Этого не было. Этого не было. И, соответственно, считаем теперь от каппадастра. Получаются Е-М, С и А-М. И у-ля-ля это оригинальная тональность песни. Если тебе нравятся мои образовательные ролики, и тебе хочется играть сразу на хорошем инструменте, да еще и обучаться на нем без лишней воды, то специально для тебя я выпустила подписную укулеле-аккулеле, да еще и дополнительные аксессуары к ней. А также я написала интерактивную серию книг, где наглядно я рассказываю и показываю, что за чем идет, и в итоге ты сможешь научиться играть на укулеле. Всю подробную информацию оставила по ссылке в описании, ну а также в QR-коде, который сейчас находится на экране. Но мы продолжаем. Разбор на укулеле. Теперь настало время разобрать вступление. Звучит оно отдельно следующим образом. Покажу вам сейчас его без каппадастра. А теперь поподробнее. В принципе, данное вступление у нас с вами написано при помощи Табалатур. Если вы не знаете, что это такое, у меня есть отдельный ролик на канале. Если вникнуть встроение вступления, то, по сути, мы тут обыгрываем корт ЕМ. Вы можете его сразу поставить. Единственное, мы будем играть в струнки поочередно. Мы начинаем с вами играть третью струну, потом вторая струна, первая. И возвращаемся на вторую. Получается уже ход. Далее берем, дотягиваемся мизинчиком до пятого лада. И продолжаем играть на первой струне. Пятый лад. Третий, второй, третий, второй. Все вместе получается. Могу дать подсказку, чтобы у вас рука постоянно не петляла, никуда не улетала. Вот вы играете аккорд ЕМ, и когда доходит дело играть на первой струне нотки, вы указательный палец не убираете, а ставьте его и просто добавьте наложение звуков сверху. Еще раз в медленном темпе. И дальше повторяем эту схему три раза подряд. И в последнем четвертом такте основа у нас та же самая. Единственное, теперь мы будем играть не пятый лад, а седьмой. И вот тут вот возникает вопрос, да, Даша, как мне дотянуться? В принципе, это вступление может у вас выполнять роль еще и упражнения на растяжку. Если вам нужно отдельное видео про растяжку, как это, что делать, дайте мне об этом знать в комментариях, я обязательно это все сделаю. Но во всяком случае схема остается такая же. Указательный пальчик постарайтесь оставить на втором ладу и мизинчиком дотянуться. В целом это реально. Но если ваш инструмент размера сопрано или концерт, как в моем случае, то в принципе это вдвойне постижимо. И получается четвертый такт. То есть мы дотягиваемся до седьмого лада, а остальное все то же самое. То есть третий лад, второй, третий, второй. Еще раз в медленном темпе четвертый такт. При этом в правой руке вы можете играть все нотки через большой палец или через чередование. Кому как удобно, посмотрите по своему уровню игры. А теперь полностью вступление от начала до конца. Но это мы сейчас научились играть с вами вступление без каподастра. А я напоминаю, что песня у нас с вами звучит от второго каподастра. И принцип игры тот же самый. То есть мы ставим каподастра с вами на второй лад. И то же самое проигрываем. И получается уже следующим образом. Также тут у многих может возникнуть проблем, потому что табулатура написана на одних ладах, а мы играем, по сути, на других ладах. Для этого лучше отрабатывайте именно логику табулатур. То есть вот у вас идет аккорд ЕМ. Соответственно, вот вы от ЕМа и играете. Вы обыгрываете ЕМ. Потом добавляете нотку. Можете считать по ладам. То есть теперь от каподастра у нас будет не пятый лад, который вот тут был, а седьмой. То есть сделать плюс два. То есть в логике вы можете просто добавить плюс два к тому, что написано на таблатуре. И все. Разбор на укулеле. Погнали смотреть, что у нас по правой руке, когда мы начнем петь с вами играть куплеты и припелы. По сути, тут подойдет абсолютно любой бой, который вы уже умеете играть на данный момент. Вы можете взять тройку. По-другому это вниз-вниз-вверх. А со счетом это будет раз-и-два-и. 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 Тогда вам нужно играть два раза на один аккорд. Внимание, все на местах. Ищает полуденный снег. И так далее. Следующий вариант вы можете взять пятерку. По-другому это вниз-вниз-вверх-вниз-вверх. Вниз-вверх-вниз-вверх-вверх. Со счетом это раз-и-два-и. Раз-и-два-и. Ее также играем два раза на один аккорд. Внимание, все на местах. Ищает полуденный снег. Ну и конечно же, ваш любимый вариант шестерка. По-другому это вниз-вниз-вверх-вверх-вниз-вверх. Со счетом. Раз-и-два-и-три-и-четыре-и. Раз-и-два-и-три-и-четыре-и. Ее мы тогда будем играть один раз на один аккорд. Попробуйте разные варианты. Посмотрите, которые вам нравятся больше всего. Но если получается так, что вы пытаетесь уже сразу петь и играть одновременно, и у вас все идет то в лес, то под рова, то обязательно отработайте каждую часть отдельно. То есть отдельно правую руку, левую руку. Потом это начинать соединение с голосом. Ну и конечно, более подробно из примеров я рассказываю в своей литературе. Обязательно подчекайте и посмотрите. Тут, конечно, нужно понимать, что в принципе означает постпанк. Если вот вы послушаете, это довольно-таки сейчас популярный жанр, он очень монотонный. И это значит, что по сути вы можете взять и играть один бой на всю песню, или же сделать внутреннее развитие. То есть на куплет взять один рисуночек, на припев взять другой рисуночек. Поэтому все зависит от вас. Я же вам могу показать только одну из вариаций, что по итогу может получиться. Давайте соберем с каким-нибудь рисунком боя целый куплет. Дальше тут нужно учитывать в зависимости, какой рисунок вы выберете, так и более звучат у вас песня. Она может быть более подвижной или более монотонной. Но если вам не нравится никакой рисунок боя, то берите любой перебор, который умеете играть. Например, 4, 3, 2, 1. Пожалуйста, два раза на один аккорд. Далее начинается у нас с вами припев. Припев играется два раза подряд. И вот смотрите, какой момент. В оригинале на припев звучит то самое вступление, которое мы только что с вами учили. То есть вот это вот. Если бы мы это пели и играли, то получилось бы следующее. Но я понимаю, что в принципе петь вот это и все это еще и играть на вступление может кому-то быть сложным, поэтому оставьте тот бой, который вы уже умеете, туда просто добавьте. А вот эту схемку, вот это вступление, мы сыграем все-таки чуть позже, в тот момент, где это действительно будет оправдано. Ну что же, давайте попробуем сейчас соединить первый куплет и припев, как он может у вас получиться. Внимание всем на местах Вмещает полуденный снег Взременный супруг настал Ждает во сне человек В город встретил первый снег Покидай свою постель Люди входят, как во сне Мне теперь важнее дел Город встретил первый снег Покидай свою постель Люди входят, как во сне Мне теперь важнее дел Тем же самым образом у нас с вами идет второй куплет На него время тратить не будем Покажу вам в конце, как это должно получиться А вот нас интересует с вами предприпев Можно было сказать, что это переход, но так как там слова повторяются припевы, поэтому предприпев И вот на вот этот предприпев, который играется у нас так же два раза подряд, мы с вами попробуем сыграть вот это вступление Что мы делаем? У нас идет с вами, вот у кого математический склад ума? Одна нота, один слог И получается Город встретил первый снег Тут в конце у нас идет такое вот опевание Кому сложно, вы можете это не играть, то есть просто сыграть Город встретил первый снег Как бы на втором ладу только закончить И то же самое на следующей строчке Попробуйте, это хороший навык, когда вы можете играть какую-то нетипичную партию лакордами, да, допустим, а вот именно что-то такое интересное Это еще называется в музыке риф Если вы это освоите, это вам действительно откроет очень большой спектр музыцирования в виде комплиментов Давайте в медленном темпе покажу, как идет в оригинале и более упрощенную версию предприпев Город встретил первый снег Покидай свою постель Люди входят, как во сне Мне теперь важнее дел Или упрощенно? Город встретил первый снег Покидай свою постель Люди входят, как во сне Мне теперь важнее дел Да, конечно, второй вариант более упрощенный, если никогда до этого не играли, начните с него И дальше опять повторяется и припев, но теперь уже с тем боем, которого выбрали ранее. И на этом, в принципе, песня и основывается. Давайте сейчас, чтобы было полностью понятно, что происходит, соберем это от начала до конца. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И по традиции, если что-то осталось непонятно, то заглядываю в тайм-коды, я там все подписала, расписала. Ну а также пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Обязательно пиши в комментариях свои идеи на серию новогодних разборов. Также заглядываю в плейлист, ведь там уже есть, что поиграть и поучить. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на бусте. Вот эти ребята, за меня они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, но самое главное, мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Даря. Скоро увидимся, пока!